оооу приколяц у грн ну трекинг мощный это я на месте стоит какой и бишь и трекинг но прикольно вам когда прям подход в плотную стрелу настановилось как настоящий ну прикольная штука конечно вот как будто я не этого хотел для тех кто до сих пор не понимает что происходит пояснительная бригада бигит позвали нас в москву протестировать vision pro к сожалению максим с нами полететь не смог и мы полетели вдвоем с алиша меня зовут николай фетисов я оператор и монтажер на канале см в этом ролике мы расскажем про все минусы vision pro почему этот продукт провальный и как он погубит apple есть ощущение что вот эти вот очки от apple просто уничтожит компанию потому что влили туда денег дай боже всем привет с вами а лишь это небольшой камбэк в ступид мэдворлд если вы меня помните я пару лет назад был одним из ведущих я ки обещав цей выпуск я проведу еще ванцы и теперь вернулся чтобы рассказать вам о минусах apple vision pro спасибо ребятам из беги к они привезли нас потестить эти очки как говорится если apple vision не идет к алишеру алишер идет к apple vision и ахай бля все сальтуху сделать как вы знаете очки стоят 4000 долларов а минусов здесь ну мне кажется гораздо больше чем 4000 потому что дорого очень дорого очки опять же один из первых продуктов компании в этом направлении и как вы помните первый iphone тоже был не идеально это было устройство на который нельзя было поставить приложение там нельзя было обои поменять вы понимаете настолько это был сырой продукт но тем не менее что мы видим сейчас это один из самых топовых смартфонов и смартфонов даже для профессионалов для тех кто зарабатывает с помощью этого смартфона поэтому все минусы которые я перечислю я не считаю прям супер значительными и если честно больше верю в продукт чем не верю и опять возвращаясь к очкам одним из главных минусов я считаю все таки сырость продукта потому что очень много здесь не продумано вот самый простой пример так ко мне сзади подбегает какой мошенник обнимает меня их начинает руками водить возле очков очки думают что это мои руки и начинают просто реагировать на все действия в этом плане мне кажется очки все-таки не продуманы и вот этих мелочей на самом деле много там всякие настроечки передачи информации все это делается топорно а все потому что здесь проприетарная закрытая система apple как они все любят в отличие от маков куда можно все поставить скачать все передать оттуда система в apple vision про максимально сырая закрытая законсервированная и вот знаете многие любители android любят ругать айфоны за то что там закрытая система вот если им надеть эти очки они просто охренеют потому что туда ничего не поставишь ты не знаешь куда нажать чтобы что-то сделать первое время но со временем все равно привыкаешь и опять же возвращаясь к сырости системы несмотря на то что здесь есть огромное количество в кавычках приложений сюда можно поставить приложение от ipad здесь нет базовых приложений таких как youtube но это же основное применение этих очков да понятное дело google переобулись сказали мы готовим приложение но их не было на старте то есть даже такие большие компании как google не верили в эти очки один из самых жирнющих минусов этих очков здесь нет порно via как вы знаете порно двигатель прогресса вот может кто-то знает вот эти движущиеся превьюшки на ю тубе изначально появились на порта потом их вот youtube спор и вот так примерно самая запрещенная отрасль интернета развивает в целом весь интернет ни одно такое видео здесь не запустить в целом нет какой-то концепции apple из-за того что система закрыта сюда эти приложения попросту не пропустит поэтому если кто-то мечтает что порно индустрия в будущем двинет эти очки с мертвого места даже не надеть этого просто не произойдет еще один момент мы все очень сильно смеялись на презентации после презентации с вот этой вот огроменной батарейки я тоже с нее смеюсь здесь всего 3000 миллиампер час посмотрите вот на эту бандуру есть powerbank и да и у меня у всех принципе это доступны powerbank и которые на 10 тысяч миллиампер час они в разы меньше этого аккумулятора а вы знаете почему так apple как я тысячу раз говорил максимально жадная компания чтобы сэкономить они в этот аккумулятор впихнули батарейки айфоновского формата и поэтому емкость здесь небольшая сама батарейка при этом очень большая постоянно нужно цеплять эту батарейку к очкам и я вот сколько тестил эти очки забывал это делать постоянно нужно следить чтобы эта батарейка была заряжена она стоит неумоверных денег запасную купить очень проблематично это все делает владение apple vision pro максимально неудобным и что самое главное если вы хотите эти очки купить их нужно покупать именно в apple store все дело в том что очки нужно подбирать под себя под свою голову под свои глаза это нужно изначально все настроить иначе не получится полностью погрузиться в эту дополненную реальность apple очень боялась выпускать этот продукт в продажу поэтому здесь изначально нет других языков не в клавиатуре не в настройках только английский язык для того чтобы никто не мог эти очки купить или они просто усложняет эту задачу покупку не в apple store этих очков чтобы у вас не было негативного опыта и еще один момент очки иногда не хотят записывать скринкаст всего внутри что происходит просто потому что у вас якобы недостаточно внешнего света на самом деле компания это дело для того чтобы опять же у вас не было негативного опыта и вы не могли это записать на видео что вот мол картинка здесь записанная на скринкаст очень плохая и так далее чтобы такого не было apple просто это ограничивает опять же если вы не знали с 2017 года эти очки разрабатывались и каждый год компания вливала примерно 1 миллиард долларов в разработку а все почему потому что они хотели сделать продукт идеальным при этом патент на устройство был получен еще в 2007 году представлять его только первый айфон показывали apple уже знала как будет выглядеть это устройство и она реально в том патенте 2007 года выглядит именно так единственная вот эта вот батареечка она была скорее айподом и вся начинка предполагалось будет храниться в этом айподе очки будут лишь инструментом для погружения ну и по итогу окей вы смирились со всеми минусами да допустим вы купили эти очки и буквально час-два потаскали эти очки на голове и можно в принципе снимать эту голову нафиг выкидывать потому что болеть она начинает неимоверно вас устает голова сама вот как мышца голова это мышцах и глава как мышца будет уставать у вас и попросту нужно будет снимать очки чтобы она отдохнула при этом у вас остается след от этих самых очков кстати вот вы представляете если эти очки носить очень и очень долго типа каждый день по несколько часов на протяжении года вас же Просто форма головы изменится из-за того, что эти очки тяжелые У вас изменится форма головы, вот здесь след на коже останется Если вы находитесь вообще в горячих, в жарких странах Мне кажется, и загар у вас очень сильно изменится То есть очки, грубо говоря, будут наносить вред Это ж плохо Окей, даже с этим мы смирились Пару часов потаскали очки, потестили несколько приложений и все Просто вот этот вау-эффект, он пропадает со временем То есть вы потестили эти очки, классно, понравилось Даже если вы очень долго ими горели, вы эти очки потом поставите на полочку Как украшение, и они будут там лежать Потому что после пары часов использования, они просто надоедают То есть вы даже не будете думать о том, чтобы взять их, потестить Если гости придут, максимум, вы будете им показывать Да, вау, классно, и все Опять же, очки отправятся на полочку Такое происходит с некоторыми людьми, которые приобретают айпад для работы А потом они просто смотрят там видосики максимум Или вообще забивают, убирают айпад, он у них разряженный А видосики они смотрят на айфоне Вот такое может, в принципе, произойти и с этими очками Единственное спасение, на мой взгляд, это открыть операционную систему Точно так же, как это сделано в macOS То есть если будет доступ к сторонним разработчикам К любым, которые смогут сюда впихивать разные невпихуемые приложения Если очки станут доступными, а они станут доступными Скоро Apple выпустит более дешевую версию очков за полторы тысячи долларов Она будет без вот этого внешнего экрана Безусловно, мега красивого, мега стильного Очень продуманного, но по сути бесполезного То тогда, в принципе, Apple может и стрельнуть с этими очками Ну а пока есть ощущение, что это очень дорогой и бессмысленный продукт В который влили очень много миллиардов долларов И который может очень сильно подкосить дела компании Apple Потому что они отвлекаются на этот продукт и забивают на остальные Мой динозавр Альш, заткнись Альш, заткнись, пожалуйста Я сейчас пытаюсь что-то начать, ты начинаешь лезть сразу Ну и минусы по моей версии Внешний экран Apple залила многослойным стеклом Но, как оказалось, он очень легко царапается То есть вот этим очкам, я не знаю, наверное, несколько дней, да? Но они вот, я уже вижу, здесь есть какие-то царапки маленькие Такие легкие Еще интересно, что будет с вот этими камерами и датчиками Если прям сильно поцарапается стекло Будут ли они распознавать, что происходит вокруг вашей щипки и так далее Набирать текст на виртуальной кавиатуре неудобно Приходится тыкать вот этими указателями пальцами Нельзя вот делать это так, как делаешь на кавиатуре Это жутко неудобно Придется подключать внешние аксессуары, мышку, трекпад и так далее Одной из самых слабых сторон Vision Pro стало отсутствие сторонних приложений Например, YouTube приходится смотреть в браузере Safari или в любом другом браузере Батарею приходится носить на вот таком шнурке Ну, опять-таки, вы все это видели Но, если честно, никаких неудобств это, ну, мне лично не доставило Я как бы его забываю вообще про этот шнурок Сама батарейка выглядит как пауэрбанк Тяжеленькая Конечно, можно было встроить этот аккумулятор в бачки Но тогда вес бы превысил 1 кг И так как бы не особо удобно таскать Если вы час в них проводите, голова уже устает А если с аккумулятором внутри, то вообще не очень Ну и кажется, они бы грелись гораздо сильнее из-за этого Главная проблема Vision Pro в том, что быстро становится скучно И тут проблема даже не в том, что мало приложений А потому что это неудобный форм-фактор Их реально неудобно носить От них устает голова У кого-то даже есть головокружение Ну, я лично этого не заметил Неудобно, в общем Странно, что Apple пошли по пути VR Ведь многие пытаются сделать свой VR с конца аж 80-х годов Но что-то ни у кого не получается Все наступают на одни и те же грабли Ни Apple, ни все остальные не смогли побороть основную проблему Это удобство Еще я сказал про то, что можно монтировать в этих очках Но по факту это полная фигня Прилетев домой, я понимаю, что я бы так не делал Мне проще смотреть в обычный нормальный монитор Особенно если ты работаешь с кем-то Кому-то что-то показать Гораздо проще сделать это на обычном экране Самое обидное, что ты не можешь взять и снять очки И просто показать своему другу Типа, на смотри, что там происходит Потому что каждый раз их нужно настраивать индивидуально Ведь зрение и расположение глаз у всех разное Вот, например, я одевал очки после Алиша И глаза мои нифига не распознавались То есть я смотрел куда-то на иконку Но по факту Vision Pro определял вообще другое место То есть надо каждый раз настраивать под себя Это неудобно Скорее всего и продать их уже будет тяжелее, чем на старте Люди, которые купили за 500 тысяч, допустим И хотели еще на этом навариться Сейчас просто прогорят Потому что интереса такого уже нет Многие думают, что со временем станет лучше Сторонние разработчики подтянутся Начнут делать свои приложения Но посмотрите на MetaQuest Или тот же самый PlayStation VR Что-то много приложений вышло Но нет же И проблема даже не в количестве приложений А просто в том, что они нерегулярно выходят То есть Vision Pro может развиваться десятилетиями Apple и так уже много вложила денег в его разработку В его продвижение И это все как-то должно окупаться Но если это будет продолжаться десятилетиями То Apple может очень много на этом потерять И продукт станет провальным И если он не погубит Apple То как минимум нанесет серьезный ущерб На этом все Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите свои комментарии Подписывайтесь на мой TikTok На TikTok Алишера На Максима Всем спасибо и пока Субтитры сделал DimaTorzok